Ну что ж, начнём. Добрый день. Сегодня действительно необычный и добрый день, потому что мы, телеканалы «Сигма» и «Донбасс», уже много лет каждый день рассказываем про людей, рассказываем о жизни городов и сёл, показываем изменения в стране, показываем её трагические и славные истории. Мы каждый день показываем, кто и как меняет Украину. А сегодня мы покажем себя и покажем, как мы сами меняемся. Давайте знакомиться, ну, конечно же, заново, потому что если говорить о телеканале «Сигма», он в Мариуполе с 1992 года. Вспомнили? 1992 год. Вот только представьте себе, с прошлого столетия мы с вами. 26 лет в эфире. Немало. Подробнее расскажет Оксана Гринько. Приглашаю сюда, Оксана. Шеф-редактор информационных проектов, телеканалов «Сигма» и «Донбасс». Добрый день, уважаемые гости, уважаемые наши партнёры, новые и старые друзья, уважаемые коллеги. Добрый день. Телеканал «Сигма» действительно это первый телеканал, который ворвался в эфирное пространство города Мариуполя и Приазовья. Это канал, который для многих до сих пор ассоциируется названием, если телевидение, то «Сигма». Безусловно, у этого канала есть своё лицо, а есть ещё лица. Лица телеканала – это наши ведущие. Вы с ними можете сегодня пообщаться в неформальной обстановке, без всяких барьеров, в виде микрофона для кого-то, в виде телевизионного экрана для наших многочисленных зрителей. Но я бы хотела отдельно остановиться и поблагодарить ту команду, которая работает за кадром. Это наши режиссёры, редакторы, это наши водители, наши IT-специалисты, гримеры, стилисты. У нас очень сейчас большая команда, и вся она действует как единый организм, который нацелен на очень амбициозные задачи. Благодаря именно этой слаженной работе мы каждый день смотрим информационную программу «Зеркало». Уже 26 лет выходит у нас в эфир легендарная программа «Есть повод». Сейчас мы работаем над новыми актуальными телевизионными проектами, и мы по-прежнему без всякой безложной скромности являемся первой кнопкой в Мариуполе. Включайте её, смотрите, заряжайте синергетикой, которую несут наши герои, наши журналисты. Мы очень рады работать для вас и надеемся, что взаимопонимание и наша доброжелательность подарят нам новые вехи в нашем сотрудничестве. Спасибо вам большое. Оксана Гринькошев, редактор информационных проектов телеканалов «Сигма» и «Донбасс». «Сигма» развивается, не стоит на месте, растёт, меняется, но по-прежнему остаётся главным городским телеканалом. Почему? Потому что про горожан и для горожан. 1992 год. В Мариуполе появляется «Сигма» и сразу же становится семейным каналом. И сейчас, спустя 26 лет, в городе Уморе, говорят, телевидение подразумевают «Сигма». Нас знают, смотрят и любят не только в Мариуполе. В Приазовье более миллиона зрителей. «Сигма» – настоящая кузница телевизионных кадров. И тут учат не только секретам профессии, а главному – работать в команде. Тут каждый универсал. Но всех нас объединило главное желание – удивить, впечатлить, зажечь своих зрителей. Зрителей, для которых «Сигма» уже стала родной. Телеканал «Сигма» сохраняет свои лучшие традиции и при этом идёт в ногу со временем. Мы меняемся и внешне, и внутренне. Внедряем новые технологии. Таким образом, становимся ближе и доступнее для наших зрителей. Сегодня «Сигма» не только в телевизоре. «Сигма» в интернете, а значит, в любом компьютере и в любом смартфоне. Мы хотим, чтобы жители Мариуполя знали больше. Поэтому делаем прямые включения с самых ярких событий города через нашу страничку в Фейсбук и работаем над созданием конвергентной редакции. Информационная программа «Зеркало» – это новости для каждого и про каждого. В нашей программе каждый видит себя. Шесть тысяч «Зеркал» уже вышли в эфир, а это более сорока тысяч сюжетов. Наша информационная служба – это команда. Журналисты, операторы, режиссеры, редакторы, видеоинженеры, водители – мы – единая команда. Оперативная, мобильная и позитивная. Наше «Зеркало» показывает только правду. Нам доверяют, нам звонят. И мы помогаем. Даже в тех вопросах, которые люди не могли решить годами. Мы помогаем закрывать незаконные наливайки, возвращать деньги за испорченный товар, чинить крыши, ремонтировать балконы и фасады. И пусть чиновники обижаются, зритель-то видит четко, что сделано, а что нет. Видит в «Зеркале» главных новостях Мариуполя. Прямой эфир. Что может быть проще? Нет записи, дублей и монтажам. Поехали, говорит режиссер, и ты в открытом космосе. И с этого момента для тебя уже нет пространства и времени вне студии. Только ты, собеседник и где-то рядом, но за пределами твоей вселенной, зрители. Троеточие – это наш первый проект с тремя темами и тремя гостями. Но эти темы так или иначе перекликаются, потому что мы говорим о том, что близко Мариуполю, о том, что волнует каждого из нас. В каждой программе интересные темы и городские события. В сюжетах, интервью и комментариях. В каждой программе – мнения, споры и точки зрения. Сегодня Мариуполь, несмотря ни на что, продолжает писать свою новую историю. За последние годы из провинциального городка он стал флагманом промышленности, образования и культуры Приазовья. Он дает второй шанс тем, кто потерял веру в себя и возможность развиваться тем, кто уверен в завтрашнем дне. Мы говорим о трудных, но таких важных переменах. Об образовании и медицине, о спорте и культуре. Об инфраструктурных проектах и социальных программах. Троеточие – это острые вопросы и откровенные ответы. Наши гости в прямом эфире делятся мнениями, трактуют события и отвечают на наши с вами порой неудобные вопросы. Наши зрители спрашивают и принимают участие в обсуждении. Поддерживают или не соглашаются. Каждую пятницу ровно в 18.00 на телеканале Сигма. Программа Троеточие. Мы не забываем и о нашей истории. Ведь без прошлого не бывает будущего. Вот уже 24 года на телеканале Сигма выходит программа «Мариуполь-Былое». Эта программа носит образовательный характер и направлена на популяризацию истории и культуры. «Мариуполь-Былое» – это истории нашего города. Его улиц и площадей – это истории его людей. Металлургов и художников, машиностроителей и спортсменов, актеров и поэтов. Благодаря этой программе наши зрители смотрят на современный город сквозь столетия и открывают неизвестные страницы Мариуполя и Приазовья. Сигма своя, родная и такая разная. Мы спортивные, небезразличные. Нам интересны все грани жизни Мариуполя. Мы настоящие, все как есть в зеркале. Мы никогда не ставим точку. У нас троеточие, если вопрос не закрыт. Но главное – в городе у моря при любой погоде есть повод гордиться тем, что мы делаем. Ведь Сигма – это главный городской канал про горожан и для горожан. Да, конечно, журналисты. Журналисты Сигмы – люди активные, гоняются за эксклюзивом, невероятными историями, и теперь их будет еще больше историй. Потому что журналистов больше. Теперь на Харлампевской 17.25 не один, два канала. Телеканал Донбасс. Телеканал Донбасс – канал переселенец. Нам пришлось покинуть Донецк, когда началась война. И несколько лет мы базировались в Киеве. И выходили, и продолжаем выходить в прямой эфир. За это время, вот за время, что мы были в Киеве, мы даже в таких стесненных условиях взяли дважды. Взяли украинский телевизионный «Оскар». Это национальная премия «Телетриумф», и мы стали там победителями. И теперь Донбасс, центр телеканала Донбасс, он сейчас находится в Мариуполе. Таким образом, наш телеканал стал еще ближе к нашим зрителям. К нам стало проще доехать, добраться, дойти. Пожалуйста, достаньте свои телефоны, запишите, сохраните наши контакты. Телеканал Донбасс. Телефон 0800 606 909. Сигма 0800 600 108. Мы очень активны в соцсетях. Мы очень активны на просторах интернета. Заходите на наши сайты. donbass.tv, sigma.tv.com.ua. Ну и, конечно же, канал изменится. Изменился. Вот телеканал Донбасс сегодня. Какой он? Давайте посмотрим. Донбасс – главный канал региона. Новости, аналитические и развлекательные программы, прямые включения и шоу. Канал всегда показывает большее. Когда началась война, телеканал был вынужден уехать из Донецка. Но даже тогда журналисты не оставили своего зрителя без информации. Потому что знали – Донбассу доверяют. Три с половиной года канал вещает из Киева. Но корреспонденты оставались тут, в регионе. Готовили эксклюзивные материалы о том, что на самом деле происходит. О событиях, людях, судьбах. Это российский танк. Это заявление адмирала Воронченко так и могло бы остаться незамеченным, если бы мы с оператором в тот день сами не увидели эту боевую машину возле небольшого села Смелое в Луганской области. История 32-го блокпоста тоже могла бы потеряться среди прочих. Но тогда, осенью 2014 года, этот перекресток стал одной из самых горячих точек в Украине. Сколько человек там погибло, до сих пор никто не знает. Через месяц мы снова встречаемся с солдатами, которые вышли из окружения. Тогда мы слушали их и не могли поверить, что ради какого-то невзрачного перекрестка наших гвардейцев будут каждый день обстреливать. Более нас в сантиметрах пулі пролетали, гранаты взрывались. Их бросили. На самом деле колонны техники шли для того, чтобы помочь бойцам. Бойцам везли воду, боеприпасы, еду, амуницию. Ну просто противник сжигал абсолютно все, что двигалось по той трассе. БМП, БТР, танки. С них остался только металл. За отдаленным блокпостом с номером 32 на полузабытом перекрестке сотни человеческих жизней. Их не назвали киборгами, но они выстояли. Более того, они вышли из окружения со своим оружием, на своей технике, с поднятым украинским флагом. И знаете, каждый раз при виде числа 32 до сих пор всплывают в памяти пропитанные борохом пальцы молодых гвардейцев, сожженные БТРы и тот самый перекресток с едва ли не самым известным блокпостом. Телеканал «Донбасс» остается одним из крупнейших региональных каналов и продолжает вещание на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. В связи с потерей материально-технической базы в Донецке канал «Донбасс» создал новые производственные мощности в Мариуполе. Теперь здесь есть все необходимое для производства телевизионного контента и работы журналистов. Современный студийный комплекс, позволяющий вести работу в прямом эфире, монтажные станции, звукоцех и комфортабельный ньюзрум. В рамках реорганизации процесса производства собственного контента большинство проектов были перемещены в Мариуполь, в новые студии телеканала «Донбасс». Мы готовы идти дальше и стали ближе к своему зрителю. Теперь мы в Мариуполе и при этом остаемся в центре событий. У нас самое большое покрытие, и мы всегда там, где нужны, там, где больше никого нет. «Время новостей» Донбасса – это главные новости региона. Наши журналисты находят для вас самую важную информацию, объясняют, что происходит и как это может сказаться на жизни людей. «Время новостей» Донбасса – это программа для тех, кто не просто хочет быть в курсе событий. Это программа для тех, кто хочет знать, понимать, делать выводы, планировать и вернуть контроль над своей жизнью. 2018-й. Страна меняется. И мы каждый день показываем как. Показываем жизнь региона без купюр. Есть разбитые дороги, по которым невозможно проехать. Или безразличие чиновников. Но больше мы любим гордиться. Новыми километрами, зданиями, современными больницами и школами. Когда довольны взрослые и смеются дети. Журналисты доезжают в самые далекие поселки, чтобы показать, а как же там на самом деле. Ведь для главного канала региона не безразлична судьба каждого жителя. Программа «Всем миром» разбирается в новых реалиях Донбасса по обе стороны линии разграничения. Мы рассказываем, как добиться выплаты пенсий и отстоять свои права. Разбираем по пунктикам новые законы о Донбассе. Обсуждаем реформы образования и медицины. Мы выясняем, как начать свое дело. Приобрести жилье за полцены. Делимся опытом продажи имущества в условиях войны. Помогаем. Отвечаем на вопросы, как найти работу и начать жизнь заново. Ищем пути к миру и благополучию Донбасса всем миром. Мы не останавливаемся, мы меняемся вместе с нашей страной. И хотим, чтобы зрители телеканала «Донбасс» были в курсе происходящих изменений. Поэтому сейчас наша команда работает над новым проектом. Его название по закону говорит само за себя. В нем мы простыми словами говорим о сложных вещах. На примерах обычных людей рассказываем об их правах и о том, как их можно защитить. Мы стремимся к тому, чтобы наши телезрители знали, как решения государства повлияют на их жизнь. И понимали, чего могут требовать от власти по закону. Донбасс. Главный телеканал региона. Конечно, нам есть чем гордиться, и то ли еще будет, потому что останавливаться мы не собираемся. И несмотря на отличные рейтинги, охваты, телесмотрения, мы всегда стремимся к новым высотам. Вот как именно мы это делаем и будем делать, расскажет операционный директор канала «Медиагруппа Украина» Руслан Пахомов. К чему слова, когда нам есть что показать? Помните поговорку «Лучше один раз увидеть»? 83% информации человек воспринимает глазами. И мы знаем, как подать эту информацию, показать победу и успех, продемонстрировать изменения. Нет картинки, никто не видел, никто не знает. Эта формула неуспеха известна всем. Успешная модель – показать процессы достижений. И не просто показать, а ярко и красиво. У нас, телевизионщиков, есть понятие «вкусная картинка». Это когда кадр не искажен техническими помехами и передает всю красоту пейзажа. Мы внимательно следим за тенденциями. Например, лет пять назад было модно показывать глаза и руки крупным планом. Сегодня это уже не актуально. В наших ближайших планах перевод вещания в современный формат 16 на 9. Мы учитываем все, что интересует нашего зрителя. И будьте уверены, что именно его интересует, мы будем очень тщательно отслеживать. Нам теперь можно не только позвонить на горячую линию. На сайтах телекомпании появились кнопки обратной связи. Сигме и Донбассу можно написать в социальных сетях, и в редакции получат и отреагируют на это письмо. Еще одно наше правило – оперативность. Технологии позволяют нам делать прямые включения из любой точки региона. Мы можем устанавливать телемосты между студиями в Мариуполе и Киеве. Мы можем связать город у моря с любой точкой на карте Украины. Записи и в прямом эфире. Вы уже в прямом эфире. Наше мероприятие в разгаре, а на всех экранах уже это видят. Кстати, нас видят ежедневно 4,5 миллиона человек. Хотя наверняка больше. Ведь Донбасс – единственный канал в регионе, который есть среди спутниковых каналов. И это только по телевизору. Но теперь мы в каждом кармане. Достаньте, пожалуйста, свои смартфоны. Нажмите на кнопку «Подписаться». И вот прямая трансляция. А на сайтах уже фото и короткие видео с нашего мероприятия. И это другой контент. Динамичный, точечный. Рассчитан на другую аудиторию. Она моложе, быстрее. Ей интереснее факт и качество информации. Мы просчитали, что вот так мы охватим вот такие аудитории. И это значит, что качественную информацию от Донбасса и Сигмы возможно будет получить в каждом доме и в каждом кармане круглосуточно. В любой точке мира. А сейчас ищите себя на фото. Это не шутки. И доставайте телефоны и смотрите, ищите себя на фото. Интерактив прямо сейчас. Я специально проверил. Действительно уже начали выгружать. Себя на фото не нашел. Но если вы подпишетесь, то вы себя определенно там найдете. Поэтому я вас призываю подписываться. А пока немного еще важной информации. Как сказал наш бессменный ведущий Андрей Василенко, наши телеканалы — это кузница кадров. И это не просто громкие слова. Это не хвастовство. Это так и есть. Вы наверняка помните лица наших журналистов, наших ведущих, которые сейчас являются лицами национальных телеканалов. Да что там говорить. Мы сами не стесняемся приглашать международных и национальных специалистов для того, чтобы помогать нам реализовывать наши большие местные проекты, в том числе и проекты в городе Мариуполь. Мы развиваем наш персонал, наш коллектив совместно с главным региональным каналом Днепропетровской области 34-м и главным телеканалом страны, каналом Украина. Мы создаем медиа-стратегии, которые не просто работают, которые удивляют. Мы понимаем, что нашим ключевым ресурсом являются люди. И поэтому наши тренинги, наши мастер-классы, наша медиа-мастерская, наше обучение – это все для того, чтобы сделать не только наших сотрудников нашего телеканала, но и всех, кто захочет хорошо выглядеть, правильно разговаривать, презентовать. Для того, чтобы стать лучше, ярче и эффективнее, мы развиваем, собственно, для этого. Поэтому еще раз хочу сделать ударение, что наш главный ресурс – это наши сотрудники. Спасибо. Я сейчас хочу пригласить микрофон у человека, без которого все это было бы невозможно. Ну, вот только представьте, руководитель с огромным стажем, 18 лет у руля. И он создал не коллектив, семью. Этот человек знает на память все дни рождения и даже девичьи фамилии своих сотрудниц до замужества. Вадим Шкурупий, директор телеканалов «Сигма» и «Донбасс». Здравствуйте. Сегодня у нас особенный день. Впервые мы собрались все вместе и в таком составе. И впервые мы себя так презентуем. Это событие станет шагом в истории наших двух каналов. Это показатели изменений, которые откроют колоссальные возможности для нашего коллектива и для наших партнеров. Мы готовы двигаться дальше, быть профессиональнее, лучше и учиться каждый день. Спасибо. Вадим Шкурупий, директор телеканалов «Сигма» и «Донбасс». Ну, у нас все коротко, ясно, по делу. Мы готовы показать все наши возможности, практически все. По крайней мере то, что те, которые есть у нас сегодня, завтра будет только лучше, ведь мы постоянно растем. И если вы растете и двигаетесь, тогда нам с вами по пути. Мы всегда на связи. 24 часа. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...